Сейчас поговорим о детском здоровье, а точнее о водно-солевом балансе в организме ребёнка. У нас в гостях врач-педиатр, кандидат медицинских наук Владимир Чекунов. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро, Владимир. Ну что там с этим самым балансом-то у детей? Как его держать в норме? Как его? Водно-солевой баланс – это достаточно важный такой нюанс, наверное, да, вообще в медицине в целом. И хочется сказать, что в норме он поддерживается сам. Ну, то есть организм умеет его контролировать, только необходимо пить чистую воду. То есть этого считается достаточно. Но чистая вода – это же только водный баланс? Да. Там ещё... Ну, организм у нас штука умная и с продуктами питания. Всё это дело получается и, соответственно, контролируется. Но есть ситуации, про которые бы, наверное, хотелось больше сказать, учитывая летний период времени, когда вот как раз этот контроль должен осуществляться человеком, ну, в данной ситуации мы говорим про детей, про родителей. И такие ситуации – это температура, это рвота, это жидкий стул, ситуации, когда человек очень обильно потеет. Очень частые такие проблемы, как кишечная инфекция, которая, в общем-то, в летнее время у нас не секретное такое, да, не секретное заболевание, они требуют как раз-таки восполнения солями, не только водой, правильно вы подметили, а с помощью специальных средств, либо раствора, который можно делать самостоятельно. Это когда наступает обезвоживание организма? Да. Ну, когда наступит уже конкретное обезвоживание, там есть тоже определённые степени тяжести, то порой требуется госпитализация и внутривенное введение, да. А вот как раз для того, чтобы не довести до этого состояния, потому что, ну, по своей сути, жидкий стул или рвота, особенно как проявление какой-то лёгкой кишечной инфекции, лечится самостоятельно дома. А вот как раз к госпитализации приводит нарушение водно-солевого баланса. То есть когда электролиты теряются, калий, натрий, хлориды, и, соответственно, каждый из них отвечает за определённую функцию в организме. То есть если человек потеряет калий и натрий, то и сердечная деятельность может и замедлиться, и даже остановиться. Поэтому вот этот нюанс надо, конечно, в голове всегда держать. И для родителей нужно помнить, что есть определённые симптомы, на которые стоит обращать внимание. Первый такой, наверное, главный симптом – это отсутствие или урежение мочеиспусканий. То есть вот на это надо обращать внимание. Очень частый вопрос – сколько воды надо пить. Это всё индивидуально. От температуры помещения, от температуры тела, от того, что вы поели, да, от состояния здоровья, от влажности и так далее. Так вот, если мы видим сухие слизистые, сухой язык, вязкая слюна, отсутствие слёз во время плача, ну, естественно, если это такая не манипуляция, урежение мочеиспусканий, более концентрированная моча, то нужно увеличивать потребление воды. Но если мы болеем, болеем достаточно непросто, вот как выше указаны заболевания, то требуются уже специализированные как раз-таки растворы, о которых буквально два слова хочется сказать. Вот здесь у меня стоит минеральная вода, обычная вода, и есть специализированные растворы, вот в таких они маленьких пакетах, они бывают и побольше в пакетиках. Но здесь вот как раз для родителей, наверное, очень важно понимать, что составы везде отличаются, а здесь только вода. И вот как раз можно, кстати, попробовать, если есть, конечно, желание, ничего криминального не произойдёт с человеком. У нас стакан воды, как правило, они разводятся, и они имеют, ну, определённый свой такой вкус. А что входит в состав этого порошка? Да, это очень важный момент. В состав такого порошка входят различные как раз-таки соли, то есть это соли, это будет и натрий, это будет и даже есть такое нечто такое подслащивающее, то есть в качестве... Чтобы приятнее было пить. И приятнее, но и помнить нужно о том, что есть определённые компоненты, которые также теряются сладкие из организма. И вот первый нюанс, всё-таки специализированные растворы, потому что только водой профилактировать сложно. Второй такой нюанс – это количество выпитой вот этой вот жидкости. Есть специальные вот эти вот пакетики, которые разводятся на литр воды, есть на стакан. Но всё-таки оптимальнее разводить на стакан, это ребёнок, ну, более реально, что он выпьет этот объём. Но вот вопрос, наверное, должен возникнуть, сколько таких стаканчиков выпить в течение дня. Как понять, что восстановился баланс. Да, есть чёткие инструкции, они все прописаны. Это достаточно много этих стаканов, то есть это в среднем где-то 4-5 в течение дня. И вот как раз, когда человек теряет электролиты во время рвоты, жидкого стула, кормить насильственно не нужно, а вот поить и заставлять пить – это самые глобальные такие моменты, на которые стоит обратить внимание. Не просто водой, а специализированными средствами. Ну, допустим, многие задают вопрос «минеральная вода». Он такое количество перх не выпьет. Во-вторых, составы отличаются принципиально. И то, что специализировано, оно уже продумано для того, чтобы, в общем-то, вот этот водно-электролитный баланс, он пришёл в норму, и никакие системы не пострадали. Что родителю нужно сказать в аптеке, какое средство попросить? Как, ну, не по названию, а именно вот по своему составу и свойствам? Да, есть, так можно и сказать, что солевые растворы для восполнения электролитов. То есть там нет какой-то градации по возрасту ребёнка, по дозам? Они есть, но в целом они приблизительно одинаковые по составу. Там есть только кое-какие нюансы. Есть даже такие препараты, которые помимо солей ещё содержат отсек или пакетик дополнительный с бактериями, с пробиотиками, чтобы со стулом побороться в положительную сторону. И, соответственно, ну, это не эксклюзив. Также, кстати, можно приготовить это дома очень просто, если нет средств или где-то в каких-то, ну... В тайге. Ну, не совсем в тайге. В тайге с пачкой соды. Да. Сода, соль и сахар. То есть литр воды, две столовые ложки соли, столовая ложка сахара и столовая ложка соды. Всё это разводится и выпивается. То есть это, по крайней мере, лучше, чем просто вода или лучше, чем вообще ничего. Не доводите до обезвоживания родителям, но знайте, что есть специализированные средства. Вот на этом так и написано. Средства от обезвоживания при диарее. Будьте здоровы, пускай будут здоровые дети. Владимир Чекунов был у нас в гостях. Спасибо огромное за совет.